Я очень рада всех вас здесь видеть. Меня зовут Саша, и я сегодня вам расскажу о своем первом опыте разработки мобильного приложения для Android на Kotlin. Когда я начинала готовиться к этому докладу, я думала, вот о чем я могу рассказать. И знаете, у докладов есть два направления. Можно рассказать о чем-то, чем ты занимаешься, скажем, на работе, о своей постоянной наработанной экспертизе, в чем я разбираюсь. Если вы видели, то я автотестер. Но я решила пойти по другому пути и рассказать о том, чем я очень давно хотела заняться, но у меня все никак не получалось. Ну, вы знаете, сами бывает, нет времени или еще что-то. Я действительно люблю разработку, и это мое хобби и в нерабочее время. Так, за меня управляют? Ладно. В общем, да, спасибо большое. Спасибо. Больше не меньше, да. Вот. И, в общем, мобильная разработка для меня была тот самый неподъемный камень, который я все равно хотела освоить, но все никак не получалось. Вот. И к чему я все это говорю? К тому, что я не мобильный разработчик. Я просто начинающий любитель. И здесь, возможно, что-то я расскажу, что-то очевидное, что-то нет. Но, в общем, если бы я посмотрела этот доклад, когда я только занималась с такой информацией, то, я думаю, для меня было бы это полезно. А значит, можно попробовать. Пару слов обо мне. Кто я? Я не мобильный разработчик, как вы поняли. Я автотестер, работаю в Дойчей банке. Работаю год с третьего курса бакалавриата. Вот сейчас, в этом году я закончила СПБГУ. И до того, как я начала работать, я занималась в основном C++. В общем, там писала какие-то профилировщики, проходила стажировки. Вот. И сейчас уже год я занимаюсь тем, что я разрабатываю фреймворки для тестов на Java. И совсем недавно, может быть, месяца три назад я начала осваивать Kotlin и писать на нем. Вот. Это немножечко о моем бэкграунде, чтобы просто иметь представление. Почему я выбрала мобильную разработку, почему мне так хотелось попробовать связать себя с ней хотя бы немножко. Первая моя причина – это то, что иногда очень хочется видеть результаты своих трудов сразу же. Те, кто разрабатывает что-то не связанное с UI или что-то, где нет UI, меня поймут, потому что обычно ты работаешь напрямую с кодом, и мне очень не хватает визуализации. А мобильная разработка – это то, что дает тебе что-то закодить и почти что сразу увидеть какой-то, может быть, недоделанный, но конечный продукт, который можно использовать. Это очень подкупает, и это мой первый поинт. Вторая моя причина, она действительно лично моя – это то, что иногда хочется забереть что-то свое. Я не знаю, часто ли вы такое встречаете в своих бытовых нуждах, но бывает такое, что, не знаю, вот какая-то есть бытовая особенность, которые так хочется оптимизировать, и никто этого до сих пор не делает. И ты думаешь, ну, блин, когда-нибудь это случится, и вот кто-то выпустит сейчас новый продукт, я им воспользуюсь. Но на самом деле можно попробовать самим, и, конечно, всегда может получиться так, что это какой-то будет бесполезный код, но самое главное – это опыт. А может случиться так, обратная сторона, и ситуация – это когда это будет какой-то супер-стартап, и он взлетит, и такое бывает и вправду, поэтому никогда не стоит ставить на своих идеях крест и обязательно попробовать их реализовать. И третья моя причина. На слайде вы видите результат опросника Mail.ru, какой-то разработчик. Он мне сказал, что я мобильный разработчик, но это не причина, а, как сказано, это самый модный программист. И действительно, мобильная разработка сейчас приобрела большую популярность, а мне всегда интересно, почему какие-то вещи становятся популярными. Наверное, неспроста, и за этим всегда что-то стоит. И, наверное, есть какое-то тайное знание, которое я еще не освоила. Вот, поэтому я беру и осваиваю. Вот я решила, да, что я буду разрабатывать. Вопрос стоит на чем? На самом деле выбор есть – это Java или Kotlin. Я выбираю Kotlin по нескольким причинам. Это, конечно же, не реклама Kotlin, потому что Java – это базовый язык, который нам всегда необходим. Но почему бы не попробовать что-то новое? Как я говорила, это сейчас популярно, и всегда полезно изучить какую-то новую технологию. Лично мне это всегда интересно. И также нужно заметить, что Kotlin – это официальный язык разработки для Android, что, естественно, немаловажно. Второй пункт – это то, что Kotlin несколько удобнее. Java бывает. Я имела честь переписывать, точнее, внедрять в один legacy Java код. Очень много всего на Kotlin, и наглядно увидеть эту разницу, что это делает наш код читаемее, во-первых, иногда тестируемее, но это такой себе поинт не всегда. И, конечно же, это просто экономит наши строчки кода. Вот. И последний мой пункт, он не совсем честный, потому что, как вы поняли, я могла бы переиспользовать опыт разработки на Java, но вот, да, я решила поплыть по течению чего-то нового и изучать Kotlin. Наш краткий план сегодняшнего доклада – мы пробежимся по верхам мобильной разработки для того, чтобы сложить какую-то общую картину для тех, кто не знает, как работает Android, а я относилась именно к таким людям буквально недавно. И для меня это был такой черный ящик, как бы я имела какое-то техническое, может быть, совсем маленькое представление или гипотезу, но точно ничего не знала. Вот. И мы затронем создание UI, обработку действий, немножечко тестирование. И справа вы видите такая схемочка. Это мое маленькое первое приложение, которое я надеялась, что я смогу сделать. Вот. Тут есть кнопочка, какая-то реакция на кнопочку, ну и какие-то текстовые вьюшки. Вот. Давайте начнем с быстрого старта. Вот я решила, что я готова начать, выделила там вечер или день, и хочу программировать. Первое, с чего я бы советовала начать, это какие-то туториалы официальные. Почему именно с них? Потому что, когда ты только начинаешь изучать какую-то новую технологию, то всегда немножечко страшно. И новые термины не пугают. Поэтому, мне кажется, должен пройти какой-то процесс адаптации, когда мы привыкнем к новой терминологии, получим какое-то максимально поверхностное представление о том, что вообще происходит. И для этого, да, нужно читать маленький туториал. Первое — это официальный сайт Kotlin. И с той же целью можно, но с другой стороны, другими словами, почитать код Labs-туториалы и понять, что уже маленькое представление какое-то сложилось. И затем уже можно смело брать Rayvendor Leach, например, как пример, да. Чем мне понравился личный сайт? Тем, что на нем предоставлены маленькие курсы того, как можно запрограммировать свое первое приложение. Причем информация дана очень подробно, но подробно там, где нужно, и никакие за рамки необходимого не выходят. То есть это такой действительно необходимый минимум для того, чтобы сложить общую картинку в целом и понять, что же это такое. Ну и также там есть уже Second Kotlin Android App. То есть это уже чуть посложнее, но в таком же законченном виде очень приятно, и можно потратить на это буквально одни выходные, чтобы это посмотреть. Ну и, конечно же, затем мы, когда мы уже обрели полную уверенность, или не совсем полную, но, тем не менее, мы можем идти на Android Developer, просто читать официальную документацию. Это то место, где, в конце концов, я думаю, многие проводят много времени. Ну, по крайней мере, ладно, я проводила много времени. Там есть как темы, описанные очень глубоко подробно, так и какие-то тоже поверхностные, можно сказать, мини-туториалы по тому, как что-то быстро собрать или сделать. Вот. Ну и тоже, что немаловажно, здесь есть примеры проектов на Kotlin, как сложных, так и не очень. Вот. Их можно сюда посмотреть. Для меня это особо интересно, потому что всегда интересно то, чем занимаются другие, как они это разрабатывают. Вот. Мы немножечко погрузились уже в эту сферу и решили, что мы готовы сесть и начать что-то делать. Что нужно выбрать правильно, где разрабатывать, это IDE. И тут есть разные варианты. Во-первых, в моем случае я вообще не знала, что есть конкретно какая-то IDE для Android. То есть я могла догадываться, но конкретно ничего не знала. Вот. В общем, да, действительно, одна есть, это Android Studio. И я решила выбрать ее, хотя можно это сделать в разных и других IDE. Почему я выбрала именно Android Studio? Потому что, ну, во-первых, это IDE, она сделана на платформе IntelliJ. Вот. А так как я повсеместно и когда занималась C++, писала в C-Line, и там в Python, в PyCharm, и на работе пишу только в IDE, то это удобно, не меняя преимущественную атмосферу, можно так сказать, потому что все основные опции и функции, они лежат в одном месте. Вот. В общем, это довольно удобно, поэтому я не стала придумывать велосипед для себя и выбрала Android Studio. Ну и также стоит заметить, что Android Studio — это официальная среда разработки для Android. мы решили начать разрабатывать Android Studio, открыли Android Studio, и что же она нам предлагает? Когда мы хотим создать новый проект, она предлагает нам выбрать Activity. С этого момента начинается знакомство с терминологией какой-то, и тут стоит понять, что Activity — это такая сущность, которая, грубо говоря, описывает один экран. Вот. И с этим экраном мы можем как-то взаимодействовать, добавлять сообщения, отправлять сообщения, делать фото, все то, что мы обычно делаем с нашим телефоном. Вот. По факту это просто некоторый Kotlin-класс, и, собственно, мы можем выбрать MC Activity, которая вполне сойдет для первого приложения, вот, самая простая Activity. После этого, конечно же, стоит задуматься, какую Android-версию нам использовать, и тут тоже я была не особо осведомлена, так как я пользуюсь именно телефоном, у меня iPhone, вот, поэтому я не знала, какие именно Android-версии существуют, и как они отличаются, какую выбрать. Вот. Поэтому я сначала немножечко не знала, что делать, потому что там есть в Android-студии маленькая кнопочка, которая показывает все вот это большое окошко, но, наверное, начинающий человек действительно не может ее сразу заметить. Я ее нагуглила только, вот, потом воспользовалась ей. Оказалось, что все очень прекрасно визуализировано. Есть различные Android-версии, которые… разница которых описана хорошо на этом экране, вот. И здесь, что немаловажно, есть процент пользователей, которые используют эту Android-версию. По дефолту нам выбирается KitKat, вот. У нее 95.3. Ну, я не знаю, Android-студия, я думаю, лучше знает, какая нужна по дефолту версия, поэтому вот, она KitKat. Далее нам нужно узнать, из чего Android-приложение примерно состоит и как работает. Как я говорила, как работает Android-приложение, я действительно не знала, и для меня это стало новой информацией. Вот, оказывается, что Android, основная система Android, это многопользовательская система Linux, причем приложения различные, это отдельные пользователи в ней. И система, она назначает каждому приложению свой ID, идентификатор, и с помощью этого ID она устанавливает права на пользование какими-то файлами или права на знание о других приложениях. И каждое наше Android-приложение, оно запускается в своем процессе и также в отдельной виртуальной машине. И все это нам вкупе дает такой результат, что Android-приложение работает в некоторой изолированной песочнице. Давайте теперь немножечко поговорим о том, как именно устроена сама структура. Первое, что мы… Во-первых, если кто-то не видел никогда структуру, то не пугайтесь. Все это сгенерировано на Android Studio, поэтому я здесь ничего не делала. И первое, что мы должны узнать, это то, что у нас есть такой файлик Android Manifest XML. Он лежит в папочке Manifest. И это такой своеобразный паспорт приложения, который содержит в себе всю информацию, которую нужно знать Android-системе о нашем приложении. То есть это тема приложения, это название приложения, это иконочка и все другие компоненты, которые нужны. В том числе там хранится название mainclass. Стоит заведеть, что здесь у нас тема и иконочки указаны с помощью ссылок на ресурсы. Там через собачку написано, собачка MipMap. Что это значит? Ресурсы у нас хранятся в отдельной папочке. И здесь у нас они сохранятся также в подпапках. Это drawball. Это значит, что там хранятся изображения. Layout. Там хранятся макеты. Это описание экранов. MipMap. Там хранятся иконочка. И values, соответственно, переменные. Причем тут важно, еще тоже я замечу, что мы можем указывать также placeholders. Это значит, что мы можем вместо %s подставить любое значение, какое нам нужно. Это для тех случаев, когда нам по какой-то причине нужно переиспользовать только часть сообщения, а остальную часть заменять каким-то образом. Но это небольшая ремарочка. Затем нам нужно посмотреть на главный класс. Это activity main. Это точка входа в приложение. Как он создается? То есть здесь есть функция onCreate. Что она делает? Она создает наш главный экран в тот момент, когда мы стартуем приложение. И причем здесь есть метод setContentView. Что он делает? Ему в качестве аргумента передается ссылка на ресурсы. Причем ссылка на ресурсы у нас указывает через r.papka, название папки, .id. В общем, в этом activity main.xml описано то, как должен выглядеть наш экран. Какие на нем виджеты и все прочее. Ну и, собственно, здесь мы создаем экран и наполняем его контентом. Далее перейдем к самому интересному визуализации создания UI. Первое, что нужно знать, это то, что UI в целом состоит из иерархии макетов. И что это значит? Макет, он хранит в себе информацию о том, как в нем расположены другие виджеты. То есть виджеты — это может быть кнопочка, какой-то текст, бывают там более сложные виджеты. Но на примитивном уровне это примерно так. Виджеты, как я сказала, это некий пользовательский интерфейс. И они предоставляются совершенно в разном виде. В данном случае у нас есть макет linear layout. У нас там подчеркнута ориентация вертикальная. И мы в него можем напихивать разные виджеты, и они будут укладываться у нас вертикально. То есть то, о чем я говорила, это то, что макеты не задают нам положение на экране виджетов. Теперь здесь сейчас будет видео. Так, я постараюсь им управлять. Здесь… Так, секундочку, сейчас я его установлю как-то. В общем, да, она убежала. В общем, здесь мы создаем виджет, указываем его ориентацию. Причем это относительно ориентация, это важно. Затем задаем ID и создаем новый string resource. Так, а теперь я остановлю немножечко и чуть-чуть подробнее об этом расскажу. Потому что видео убегает вперед меня. Да, немножко о ориентации. Она… Здесь вот в такой пиржиночке у нас указано. Что это значит? Это значит, что мы задаем относительную ориентацию, и это важно, потому что наши экраны, они разогнать всегда размеров, и чтобы на каком-то отдельном устройстве наши виджеты не скатились в какой-нибудь угол или вообще не исчезли с нашего экрана, нам необходимо задавать именно относительную ориентацию. Вот. Это первое, что я хотела сказать. И затем мы можем увидеть сейчас вот на новом виджете как раз этот текст view, что мы зададим ему ID. Это делается справа в атрибутах. Там есть помимо ID много других крутых штук. А здесь мы задаем текст. Вот. И что важно узнать об этом тексте, это то, что мы могли его, в принципе, захардкодить вон туда вот, в такое окошко, в общем, где текст. Но это лучше не делать. Почему? Потому что у нас может потребоваться по какой-то… нам нужно потребоваться по какой-то причине поменять все тексты в нашем приложении на другие. Ну, рабочий кейс — это если мы, например, поддерживаем, помимо русского языка, английский язык. И в этом случае нам придется каким-то образом поменять везде вот этот захархоженный текст. В общем, так делать нельзя. И мы можем создать string value resource. Что это значит? Это создается отдельная переменная типа string, которая отвечает… которая знает, что она содержит в себе текст вот именно для этого виджета. И для того, чтобы ее создать, это все очень легко визуализировано. Мы нажимаем там на кнопочку, добавляем новую стрингу. И здесь мы указываем ее имя и ее контент. Причем контент также может содержать там placeholder, как я говорила до этого. Таким образом мы добавляем разные виджеты. Если вы помните ту мою картиночку справа, то на ней было примерно то же самое. Было три виджета. И что также немаловажно, то что при этом мы можем добавлять любые атрибуты сбоку, они все автоматически прописываются вот в том самом XML, который описывает то, как стоят наши виджеты. И, соответственно, напрямую нам не нужно с ним взаимодействовать, он автоматически генерится из того, что мы сделали. Надеюсь, что примерно создание UI понятно хотя бы на каком-то базовом уровне. Далее поговорим о обработке действий. Вот мы создали наши виджеты. Теперь нам хочется понять, как же с ними работать и как обрабатывать какое-то событие. Здесь мы возвращаемся к нашему классу MainActivity. Мы помним, что он стартует, когда мы запускаем наше приложение и создается наш экран. Дальше нам нужно ввести переменные. Они будут характеризовать наши объекты. То есть у нас есть четыре виджета. Для каждого из них нужна переменная. Если кто-то никогда не видел Kotlin или просто не знаком с ним, то, например, late init — это значит, что мы делаем отложенную инициализацию. То есть сейчас нам не обязательно написать равно и что-то конкретное. Мы можем инициализировать объекты позже. Поэтому здесь мы создаем объекты. Затем нам нужно как-то вот эти созданные объекты связать с тем, что у нас на UI, потому что они друг о друге совершенно не знают. И это легко сделать с помощью встроенной функции findViewById. Для каждого из объектов мы прописываем эту функцию и как аргумент ей передаем, как бы логично, ID. ID все так же через ресурсы. Это RID и название нашего виджета, который мы прописывали до этого в ID. В общем, таким образом мы привязываем наши объекты к тому, что находилось на нашем UI. И в принципе теперь уже мы можем как-то с ними работать, потому что это уже не просто какие-то рандомные объекты, а вполне себе конкретные, которые отвечают за виджеты на нашем экране. И что мы с ними можем делать? Мы с ними можем делать на самом деле очень много чего. Первое, что захочется сделать, это проставить им какой-то текст, чтобы он отображался. Не просто кнопка, а что-то конкретное было указано на ней. И здесь реализована getString, это как раз использование тех placeholder. Мы передаем здесь ID нашей стринги, которую мы задавали, и, например, нолик. И вместо placeholder подставится нолик. То есть там будет бакс, двоеточие нолик. И, значит, мы можем проставлять так разные компоненты, не только текст, разные поля совершенно. На самом деле это сделать несложно, их найти. Нужно всего лишь написать название нашего объекта, поставить точку, и дальше будет, как что называется, IDE-driven development, то есть разработка с помощью IDE, когда она сама нам подсказывает, какие же там есть у нее поля и что можно ей изменить. И тут я общими словами описала то, что можно примерно поменять. Но на самом деле там огромное количество полей на любой вкус и цвет. И вот дальше мы поговорим о примемниках событий. Что это такое? Ну, для того, чтобы понять, как обрабатывать наши события, нужно понять, в принципе, как это работает. То есть, когда мы в нашем каком-то приложении нажимаем на кнопку, на самом деле у нее вызывается метод on-click. И логично предположить, что нам нужно понять, когда этот on-click вызывается. И что-то сделать, если он вызвался. Так вот, для этого есть листнеры. У них вполне логичное название, потому что они слушают и ждут, когда on-click будет вызван. И все, что нам нужно сделать, это проставить новый листнер, и внутри которого мы скажем, что же делать, если ты услышал, что сделали on-click у этой кнопки. Вот. В общем, для этого у нас существует множество количества разных событий. On-long-click, там, on-touch и огромное количество. Я даже, наверное, половину не знаю. Как это конкретно сделать? Просто берем виджет, точка, set on-click, listener, устанавливаем listener. И дальше мы внедряем любую логику, которая нам нужна. Там можно выйти из приложения, что угодно. И вот у меня тут увеличивался bug score и обдатился текст. Ну, и продолжая тему IDE-driven development, если мы не знаем, какой нам листнер нужен, ставим точку, set on и смотрим. Это, наверное, плохой завет, но все же. И можно проверить документацию, что это тот листнер, который нам действительно был нужен изначально. Надеюсь, что примерно с обработкой стало немножечко понятно, если кто-то не знал. Давайте немножко затронем тестирование. Вот. Это тема, на самом деле, о которой я могу долго говорить, но я буду себя останавливать. Первое, что мы можем сделать, так как Android Studio поддерживает эмуляторы, то есть это такая штука, когда мы запускаем какое-то устройство Android, фейковое такое, и в нем отрабатывает наше приложение. А это что значит, что мы можем тестировать мануально, то есть руками? Да, это тестировать приложение действительно мечта тестировщика. Простите, но я просто больше ничего не придумала, у меня действительно все мысли об одном. В общем, у нас мы кликаем, и баги увеличиваются, а таймер не работает. Все как в жизни. И, в общем, да, тут мы хотели затронуть именно тему того, что можно тестировать руками. Это первое, что можно сделать, запустить эмулятор и проверить, что все работает. И на самом деле это действительно отдельный вид боли, когда ты очень долго что-то разрабатываешь, но не запускаешь это, а потом ты запустил, и ничего не работает. И это нормальная ситуация, я думаю, она была у всех и у меня. И, в общем, нужно пытаться и надеяться, что все получится. Нет, можно остановить это сейчас. Секунду. Так, теперь поговорим немножко о UI-тестах. Они называются Instrumented Unit Test. Что это значит? По факту они делают то же самое, что я сейчас делала в эмуляторе, и только нужно запрограммировать поведение пользователя. Для этого есть матч или такой библиотеки Espresso. Она по дефолту стояла у меня в Android Studio. В общем, нам нужно запрограммировать то, что мы хотели сделать там. То есть, например, у кнопки нажать клик и как-то отреагировать на то, что мы сделали. И посмотреть, ожидаемый результат совпадает с фактическим или нет. Ну, то есть, что-то похожее на то, что мы уже делали, только надо программировать. И также у нас есть Unit Test. Это тесты, которые тестируют логику приложения. Но так как у меня ее не было какой-то сложной, поэтому я их решила не подсвечивать. Плюс они известны, в принципе, из других сфер программирования. Ну и самые последние шаги, которые всегда самые приятные, это создание иконочки. Это сделать очень легко. Все доступно в Android Studio. Нужно лишь загрузить картинку там 512 на 512 и посмотреть, что она выглядит так, как мы хотели. Плюс это все отобразится в эмуляторе почти сразу же, когда мы сбилдим. В общем, здесь довольно все просто и понятно. И последний шаг — это будет публикация в Play Store. Я не буду очень подробно рассказывать, что здесь нужно сделать, потому что все очень подробно расписано на официальном сайте. Могу лишь сказать, что важно, что платная регистрация как Android-разработчика. И в целом сама загрузка сделана очень удобно. Необходимо лишь указать какую-то важную информацию, как скриншоты, какое-то описание дать. Потом его просматривают модераторы, скорее всего, и уже влекают в случае того, если нет вопросов. И так мы плавно подходим к концу. Я хотела рассказать о моих мифах о мобильной разработке. Я хочу еще раз подчеркнуть то, что это мифы для человека, который только начинает этим заниматься. И они совершенно могут не совпадать с какими-то большими проектами и не должны. Но я очень хотела переиспользовать знания Kotlin, но так вышло, что Android Studio почти все делал за меня. И в целом, наверное, серьезные знания Kotlin действительно не нужны. Поэтому я убрала этот пункт из своего списка, потому что до этого я думала, что нужно очень хорошо знать Kotlin. А это действительно некоторый миф оказался. Второй миф — это о том, что придется очень много писать руками. И тут оказалось, что это я очень устарела, а не что-то случилось. В общем, да, действительно, все генерится за нас. XML, файлы генерятся за нас. Я думаю, что в каких-то крайних случаях все-таки нужно их менять самому. Но, как я сказала, на первых этапах с этим никто не столкнулся, мне кажется. Но да, это мой второй миф. Мой третий миф будет о том, что очень сложно начать без дизайнера и без человека, который отвечает за логику и все остальное. С одной стороны, да, наверное, трудно. И даже я сама это частично прочувствовала, потому что я не знала иногда вообще, что писать, как создавать даже в моем маленьком, очень, может быть, глупом приложении. Но в целом это не является каким-то препятствием реальным. То есть можно спокойно начать и без всего этого. Но, как я говорила, для больших проектов, я думаю, там другая история. Мой следующий пункт — это то, что для тестирования нужно много разных-разных устройств. Как я говорила, у меня вообще iPhone, и, собственно, я не могла даже протестировать формально на Android. Но наличие различных эмуляторов и, в принципе, такой технологии из коробки — это очень круто. И, в общем, тоже этот миф довольно спорный. Я думаю, для больших проектов перед тем, как крутить в продакшн, там все на каждом своем устройстве что-то проверят. Но у меня не было никакого страха перед выкаткой куда-то, поэтому я обошлась без этого. И последний мой миф, он действительно миф, который пришел, наверное, из iOS. Потому что я до сих пор помню, как в универе на втором курсе стало очень модно программировать на iOS. И все мои одногруппники стали программировать на iOS, захотели программировать на iOS. Но тут выяснилось, что из всех одногруппников у нас был очень богат только один, у которого был MacBook, и все остальные не смогли программировать на iOS. Поэтому, не знаю почему, но я думала, что в Android все примерно так же, а оказалось, что не так. И можно программировать и на MacBook, и на других устройствах. В общем, это мой отдельный пункт. Тоже, возможно, наивный, а возможно, нет. И напоследок я бы хотела сказать, что спасибо вам большое за внимание. Это был мой первый доклад. Я очень рада, что вы меня послушали. И если есть какие-то вопросы, то я рада буду ответить на них. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ